Это прямо здесь, перед нами. Ванны? Да, все машины, которые стоят в эту сторону. Хорошо. Да, они. Да, просто проверяйте номер ванны, в соответствии с этим. Окей. Выберите их и посмотрите. Спасибо, сэр. Спасибо, сэр. Это черные, да? Черные пикапы обращают внимание. Вижу впереди какой-то черный пикап. Так, а у меня какие цифры здесь? 51. Что, черный пикап? Нет, не то. Это Ford. Mercury Milan Premier. Милан Premier. Первый раз такую вижу. Да и ничего я не потерял, потому что я раньше такую не видел. Так, черный пикап-трак. Тот же. Я узнаю его из 1000. А он, смотрите, лимузин проходит. Подойдем к ним. Лимузин посмотрим. Так, это F-150. Не мое. Вон-то все черное стоит. Ничего там машина. Как она на Манхайме оказалась? А ее даже Капарты, ай-яй-яй, не возьмут. Она на Манхайме. Что это за случайность такая произошла, что на этом аукционе две... А какие две? Тут целый ряд. Одна. Тут вторая. Третья. Вон там и дальше они все такие. Ну а вот это как может быть? А, ребят, это была Toyota Camry 2018 года. Вот, пожалуйста. Сразу же понятно, что это Camry. Абсолютно. Только ситхи все возводят в абсолют. Там GMC, это Prado, Nissan, GMC, Ford, Ford, Dodge, Ford и все. Там еще и что-то. Dodge, Chevrolet, Ford. Не, наверное надо, чтобы дедуля в компьютере проверил. Он что-то так посмотрел, обычно они забивают в компьютер и смотрят. А он такой просто глянул на бумажку. Ну типа я все, 300 лет за рулем, хрен ты меня обгонишь. Аппарат на 9 мая репетирует что ли? Мне кажется, я никогда в лимузине не ездил. Может где-то я уснул когда-то. О, а здесь весь. Здравствуйте, Филипп Бедросович. Как ваше настроение? Куда катимся с этим коронавирусом? Как у вас здесь удобно, Филипп Бедросович? Под стакашки, ноги можно вытянуть. Красивый у вас лимузин. Двери только скрипят. А водителю как здесь? А водителю? Водитель вон штанами сиденья протел. Здравствуйте, дедуля, пожалуйста. Нет, я смотрел на этот лимузин. Это 6.03? Да. Это все вокруг здания. Хорошо? Спасибо. Получается дедуля меня пранканул. Пришел, что мне надо больше ходить. Я вон до того здания все обошел. Оказывается, надо за это здание идти куда-то. Эдвард Билл в возрасте. Я так-то не против прогуляться, конечно. Но у меня дело в том, что сегодня с этими пикапами, переездами у меня на вождение осталось часа три максимум. Если не меньше. Это сколько? 200 миль даже нету. А мне больше 400 ехать на Эшвилл. Так, это линия 4. Линия 3. Линия 3. Пошли в линию 3, Скай. Здесь видите вены. Охотники за привидениями свои паркуют. Вот торчит. Вижу. Черный. Тойота. Наверное, тундра. Вин номер должен быть 1435 в конце. А вот здесь 1435. Вот она родная. С такими колесами опять. Так, все. Ключи. Здесь. У-у-у-у. Задышало тоже. Вот это она работает. Ого! А, это гид для покупателей. Я думал, вдруг цена. Меня прослушивают. Смотрите. Прямо здесь вот микрофон. Ну, как-то спецслужбы особо не заморачивались. Думали, полуслепой будет ездить. Вот сразу же видно прослушка. Или чего? Иисус! Что? Нас раскрыли! Сваливаем! Ну, по высоте примерно как Dodge. Примерно. Ну, это из-за колес, опять же, наверное, тех неродных. А так, в принципе, ощущение, что в Dodge. Так что у нас с бензином там где-то. Бензина чуть-чуть есть. Вот сейчас загонять-то ее. Так, я не пойму, куда ехать-то? Да, я понял. Спасибо. Это паспорт. Спасибо. Спасибо, брат. Удачи, добрый день. Удачи, добрый день. Удачи. Удачи. Какой милый дедуля. Блин, я в моменте своего дедуля вспомнил. Фу, аж чуть-чуть. Чуть-чуть глаза намокли. Ну, вроде ровно прям стоят колеса. И с этой, и с этой стороны. Но все-таки надо просить нее. Ну, вот так вот с помощью я загнал. Чуть-чуть колеса. Ну, вот ничего, оно устойчиво стоит. И здесь так же. Сейчас будем привязывать. Ну, такой себе вид мощный получился. Хотя, я два таких пикапа таскал. В принципе, было и хуже. Ладно, хорошо, что ехать немного. 400-7 миль в Теннессе. Нашвилл. Побежали, поехали, поехали, поехали. Так, вот что мы имеем. 7 часов мне до Нашвилла. А осталось мне ехать, смотрите, по правилам. По правилам 2,5 часа мне ехать. И все. Поэтому по пути смотрим, где придется ночевать. А ночевать придется где-то в 120 милях отсюда. Вот где-то вот здесь, блин. На самом деле, лавсы по оффлайн-джейке. Все будут заняты. Все туда. Это 142. Туда я не успею доехать. Вот паркинг какой-то. Джорджиния Биквия Стейшн. Будем ориентироваться. Ой, пальмы опять покидать. Только приедешь, еще пальмами не насладишься. Что за скрип? А, это эти загоняют. Только приедешь, пальмами насладишься. Еще даже не успеешь. Привыкнуть к ним и уезжать пора. Так, у меня опять бега, бега. Мне надо эту, потом 30 миль отъехать эту и до 4-х успеть на этой помойке загрузиться. Так, ну что, здесь вроде нормально, можно сбрасывать. Никому не мешаю. Там встал на помощь мне. Дедчик сейчас будет помогать. Я хорошо? Окей. Я как раз к моему я трак привез. Мне бы в его интересах, наверное, чтобы я хорошо съехал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все нормально там. Ты хорошо. Спасибо. спрашивает меня ты из орландо я беру да нет а ты когда в орландо поедешь отсюда в орландо я могу тебе две машины дать на орландо я круто я уже на дала съеду извините но жаль говорит так бы удобно было сейчас бы тебе две машину дал горит и ты в орландо во флориду загорать бы уехал я вернул чуть раньше бы все ведь в пикап пикапами занимается директор по пикапам так куда он хочет и чтобы я поставил очень приятно когда думают о чужом и своем времени говорит мы тебя ждали у меня чек для тебя готов все пойдем сейчас все отдам но плохо когда он этот чек который приготовил еще вчера ищет его 30 минут не может найти и потом начинает выписывать новый они машину они тундру эту продали уже кажется он погнали ее эти продают дистанционно у нас конечно такое не получится нашему человеку надо машину видеть трогать и потом только купить так время сейчас это два часа до места где мне надо выгружать subaru ехать не полчаса чуть больше так это помощь на аукцион работает до пяти а сейчас время начала 3 у меня масса времени но никаких гарантий поехали скидывать субарик здесь меня в основательный тупик запихали здесь вообще нет вариантов здесь даже зад нигде не сдать только на дорогу мы еще помним что у нее проблемы на не заводится пока я на ней на трейлер заехал но вряд ли она зарядилась судьба этого субарика оказывается такая кто-то в теннессе сломался на нем о вернее во флориде и все и надо и чинить во флориде и не починили притащили ее в теннессе здесь бы не упасть сейчас капот держится на удивление ребята мне дали свой мощный старт а клеммы чистить надо плюс идет плюс повесил на минус а он показывает уже все напряжение дает давайте пробовать субарик давай быстрее привычный звук еще с одним моментом я частенько сталкиваюсь просто когда быстренько разговорились акцента понятно а как ты приехал сюда и вот когда начинаешь объяснять green card а лотерея очень многие вообще не догонять чуть-чуть такой чё за green card а чё за лотерея начинаешь объяснять правительство сша ежегодно бла-бла-бла они будут и чё мы такое не знали прикольно и кто играет какие страны но я так тоже не помню какие я говорю ну всякие разные страны ничего себе начинают друг другом это обсуждать быстро ехать на помойку надо проверим сколько миль до помойки так время 3.30 ехать мне 30 миль 40 минут с запасом даже ой ребята здесь вообще мировые увидели что я мучаюсь говорит слушай просто нас давай назад там будет какой-то ресторан чекерс туда заедешь и выйдешь вокруг и все но где там этот чекерс то этот что ли белый да а чекерс или чекинг и говорит вот сюда вокруг ресторана и выйдешь отлично как будто вот для перевозчиком машины сделали все наверно не очень довольны там в ресторане ну извините ускоряемся а он же работает до 5 а принимают и тогда же проблема была 430 ё-моё так у меня повторяется ситуация эти 15 минут вообще ни о чем а тем более я не на легковой можно сейчас закончится все грустно тем более с таким потоком нескончаемым и оттуда пошел поток ребята ё-моё карантин все дома должны сидеть вы чё делаете хочу сказать вам всем куда вы черт возьми идете вас откуда столько сказали же 50 процентов работников только могут работать вы чё творите-то светофор загорается вроде все останавливается так они ищили и лезут из всяких из ресторанов из моек не ребят с такими вами расторопными я никуда не успею еле-еле что-то зеленый загорелся секунд двадцать прошло чё-то на газ тот нажал поехали так у нас ничего не получится вроде потихоньку на какую-то трассу выезжаем ну а вот этого выбраться потому что машины реально тормозят и время у меня уже двадцать одну минуту показывает и звонит какой-то потенциальный спам еще взяли что я потенциальный спам должен отвечать проезжаем синий желтый самолет который однозначно быстрее бы меня приехал на аукцион никак картинка не уходит из глаз то что в этом видео или в прошлом я проезжал во флориде когда водоеме в каком-то там куча яхт стояла люди купались вот не могу эту картинку вот так встряхиваю говорю уйди уйди впереди на федота не уходит только об этом идут думаю еду ну и как на аукцион успеть еще но это так главное вот та картинка во флориде двигаемся по двести шестьдесят шестой дороге сейчас она почему-то резко влево будет уходить судя по карте дальше будет 102 он видите южная на юг пошла 102 на север 206 и выход на интерст на международ между между федеральную трассу 840 интерстейт как сказать если по-русски федеральная трасса пятки ребятки пока стрелочка давайте 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 все и по ней сейчас буквально 3 мили 4 мили уже большая дорога должна будет быть и по ней уже надеюсь без пробок так и пока показывает 421 прибытие серёга тем самым ватсап пишет интересуется успеваю я или нет серёга диспетчер ну прикинь его сейчас таком состоянии еще мне ватсап читать отвечать тем более еду пока по узкой дороге вообще не вариант да и тем более я откуда знаю успеваю не успеваю сейчас успеваю а через три минуты может случиться там и не буду успевать стараюсь максимально стараюсь все видишь прям девушка из двух домов так ну все вот она 840 вот 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 так вот вот он выезд на нее так мне надо пересечь и налево сторону города ног свилл выезжаем на сороковую дорогу осталось 9 минут 423 давайте ребят пока зеленый красный нам съест минуты две мне хочется просто быть уверенным что я приехал вовремя а там уже будут проблемы не мои ну вернее как мои конечно но прошлый раз кто смотрел влог я опоздал на сколько там 7 минут там смысла не было уговаривать а тут правда на моей стороне будет что я приехал хотя странно на самсунге 418 на этом 416 две минуты разница новые смартфоны ничего не откуда-то не с мировых часов время подтягивают не с интернета сколько в мире сейчас в мире сейчас 17 минут вот и везде должно быть 17 минут включая даже механический час так двигаемся прямо 0 4 мили и налево вон вижу впереди машина загруженная выезжает молодец он приехал раньше я нет впереди знак стоп который тоже может немножко время съесть если оттуда машины мчатся оттуда приходится всех пропускать потому что мне надо прямо проехать а там опять еле едут наверно кантри музыку слушают о вебин били бой били бой о вебинча мимбелей ахов бинта сика в физи джон он мало все зи янксы реки над лив хелма за вот он вот он забор где въезд а за 424 424 сейчас меня кто-то с офиса вы увидит наверное и уже решение принимают отдать мне машины или нет так пока мы не будем парковаться красиво пока мы паркуемся так лишь бы лишь бы ну что и товарищи делайте ставки поставят или пошлют 423 даже я на минуту раньше приехал все нормально ребята пускают все время забываю не могу запомнить номера на траки какие тут спрашивают на каких-то спрашивают на каких-то нет да я их никогда и не запомню их надо сфотать опять же сфотоешь фото пленку а ну можно кстати меня андрюха приверьте научил меня сердечко на фотографию ставить и потом у тебя отдельные фотографии все в папке в айфоне я последний за мной там уже мужику говорят сэр куда вы все он там ну пожалуйста пожалуйста jx 3907 jx 3907 jx 3907 запомнили джей как джексон x как заборе написано 39 с чем ассоциируется 39 год 07 я rechts , ее снимали в телевиз dizendo что сильно ценный во всем жем то есть о чем слышал это камера а вот это провал спалила на камеру кричит такое камера мне надо снимать говорю постоянно как меня загружают как меня выгружают вот ему работаю обалдеть помимо того что его при таске привязывать он еще и новой не все развалины они наверное знаете я думаю раньше они не пускали сюда на территорию а сейчас наверное из-за карантина все внутри работают чтобы на улице так что видите лицо трогать пам 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 понятно как ее ставить то не закрывается мне прошлый раз рекомендовали стоять с той стороны между надо смотреть чтобы он максимально близко здесь поставил не так уж и максимально сейчас к нему надо подойти ну и чё он говорит так и здесь у нас запаска детали и это горит не работает или плохо и чё с ним не так все еще взял напутал меня вот придется кать перчатки которые ты подарила уже третий вторые испачкать час новенький до карантинный или размер вот у меня везде размер так здесь вот это я сделал для того чтобы этот хлам оторвать и все может было и перчатки не портить ну вроде нормально выгоняют уже не дали доделать маленько говорят пять часов все закрывается что здесь делать 503 на часах у них какой-то ужас глазах как будто их уволят завтра 7 миль следующего гривен сэр а я с я ампики раб севита хол на ребят я по моему попутал по моему это не сэром я подъехал здравствуйте сэр она поближе подошла я на сто процентов до сих пор не уверен но по моему этом м хотя не по голосу не по туловищу вообще до сих пор вот как здесь такие вопросы что неудобно отвечать но наверное если сто процентов уверен наверно договорить да а если сомневаешься то просто вот у меня получается два часа осталось ну сейчас я тут час потеряю пока меня позовут пока я машину заберу пока я закреплю перепроверю грубо два часа мне ехать 700 миль до далласа по-хорошему конечно сегодня миль 100 проехать а завтра уже просто прямиком 600 миль ехать без пауз без всяких и вот субботу разгрузит меня до завтра надо узнавать вот и прилетели так как мне не разрешает вперед ехать ой вернее там проехать развернуться говорит протяни вперед и сдай назад болен сейчас расскажу короче серёга слышал до камера включилась на карване я приехал вот сейчас было 530 они до 6 и никто ничего не знает про таху люди кто занимается уже все домой ушли никого нету приезжай завтра в 7 утра и забирай свою таху короче вот так мне сказали с этим скопарном я победил успел там за пять минут прилетел туда ну вот споткнулся на карване ничего остается поехал где-то спать ложить ну спать до 7 утра приеду сюда есть у меня возле нэшвилла одно местечко сейчас проверим здесь если на пайлоте будет останусь доллар 74 бензин солярка чуть так сильно не падает ну падает но не так крушительно как бензин и если здесь сейчас я не найду место то это на свое секретное место у кого нашел где всегда паркинг есть проблем там никогда не бывает ну вот навигатор показывает что два часа назад она два часа назад они за два часа могли все занять то что то он как-то одни на одном состоят так давай мужчина заезжаем чувствовал вот здесь и за ночью прям вот между траками конечно я люблю вставать на в другую в другую сторону чтобы не слушать молот этих траков это не гудят посмотрим мест на удивление много очень очень много для такого времени 6 вечера очень много мест очень странно вот этот стоит на удивление тихо вот этот молотит чтоб с ними поближе не сравниваться о так я нормально можно мне лишь получается вот с ними и стою одной длины дальше порядке чем заняться до 7 утра время 6 это мне получается 13 часов душ перекусить думать как дальше жить смотреть фильм смотреть youtube просто гонять балду ну а с вами до следующего включения пока или до следующего влога пока пока